Всем привет! Вопрос в лоб. Можно ли купить новый планшет за 5-6 тысяч рублей и не пожалеть об этом? Не тормозящий аппарат, а реально рабочую машину. Ответ – можно. И самое забавное в этом, что на таком планшете можно будет даже сыграть практически любую PC-игру. Need for Speed Carbon, например, или, внимание, CS GO. Ребята, оно не тормозит. Это не старый планшет от Apple и не планшет на Android. Такова реальность. На Android вообще сложно найти достойные таблицы, но меньше чем 10-12 тысяч рублей. Именно поэтому на помощь приходит Windows 10. Компании Китая повально взялись за обновления от Microsoft и массово начали клепать устройства на десятки. Но здесь стоит понимать, что покупать, а что нет. Один из удачных вариантов сегодня – планшет Irbis TW81. Удачный он по нескольким факторам. Первый из них – он официально продается в России. А значит, имеет гарантию. И эксклюзивно в салонах Мегафон он стоит всего 5500 рублей. Согласитесь, халява. Кроме того, Irbis – не безызвестная российская компания. Ну и последнее – планшет имеет поддержку 3G. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с характеристик. Оснащено устройство бюджетным процессором Intel Atom Z3735G. Это слабенький, но вполне пригодный чип. Четыре ядра Silver Mount 1.8 ГГц. За графику отвечает интеловская стройка HD Graphics, Bait Rail. Ну и 1 ГБ оперативной памяти здесь. Возвращаясь к вопросу об играх. Блин, ну это, конечно, не игровой планшет. Потому что игры из Marketplace вроде Asphalt, как ни странно, работают не очень. А вот x86 игры для PC идут просто на ура. Уже протестирован NFS Carbon. На средних настройках не тормозит вообще. CS GO на минимальных настройках не тормозит. О чем тут вообще можно говорить? Это как минимум забавно. Кстати, если кому-то будет напряжно подключать клавиатуру и мышь, можно установить специальное приложение, которое вынесет виртуальные клавиши на рабочий стол для подобных игр. Едем дальше. Встроенной памяти у Irbis 16 ГБ есть разъем под карточку памяти microSD. Windows занимает прилично место, так что карточка точно потребуется. Дальше. Батарея тут на 4200 мАч. Хватает планшета на активный день работы с лихвой даже при играх. Дисплей 8 дюймов, матрица IPS уже неплохо, а разрешение HD – 1280 на 800 точек. Конечно, это самая дешевая TFT-матрица с засветами по краям. Но что вы хотели за 5000 рублей? То, что это IPS, да с HD-разрешением, уже знаете ли большой плюс. Есть у планшета и две камеры, спереди VGA, сзади 2 мегапикселя. Для звонков по Skype хватит. По сборке претензий нет, матовый пластик, спереди экран прикрыт также пластиком, а не стеклом, но ничего не скрипит, не люфтит. За свои деньги сборка вполне ок. Весит планшет чуть меньше 400 грамм, ощущается таким увесистым, но не тяжелым. Вообще, таблетка на Windows делала для многих не совсем привычная. С выходом восьмерки сценарий использования этой оси на сенсорном экране стал, в принципе, реальным, а с десяткой вообще супер. И с одной стороны плитки и никаких иконок, согласен, удобно, но с другой мелкие элементы Windows и проводник. Но ведь привыкли? Привыкли. На Irbis установлена домашняя базовая версия Windows 10, естественно, можно переключаться на десктопный режим и обратно на планшетный. Насколько вы уже поняли, сюда можно установить любые x86 приложения, которых в маркете нет. Отлично работает Telegram, даже Steam завелся без проблем. Что интересного из предустановленных программ? Пакет Microsoft Office Mobile работает нормально. Стоят тут и разные приложения от партнеров, их при необходимости можно удалить. Хотя есть и полезные, Litres, например. Как ведет себя браузер? По стандарту здесь установлен Microsoft Edge. Для планшета на Windows это на самом деле лучший вариант. Оптимизирован и заточен подсенсорный экран. Загрузка страниц быстрая, но подгрузка всех элементов немолниеносная. Очень удивил скроллинг и приближение. На таком слабом железе вообще не тормозит. Это похвально. Было большим удивлением узнать, что Irbis поддерживает Flash. Реально в Nativ'е уже включена поддержка этого монстра. Это может быть полезно при просмотре сериалов с разных сайтов. Даже о медиатеке до сих пор исключительно на Flash. Я, конечно же, про веб-версию, господа. Данный планшет называют отличным помощником для школьника, но только потому, что он бюджетный. А так, TW81 подходит для игр, видео, а если подключить клавиатуру, то вполне и для документов. Было уже упомянуто, что Irbis имеет разъем для сим-карты. Здесь поддерживаются микросимки, LTE нет, но есть 3G. Кроме всего прочего, с планшета можно даже звонить. 3G поддерживает и 2G тоже. Итог. Российский планшет Irbis, сделанный в Китае. Конечно, это просто рабочая лошадь за чуть более чем 5000 рублей. Не совсем привычно использовать Windows 10 на таком маленьком экране. Естественно, TW81 не идеальное устройство. Это скорее хороший помощник в несложных задачах. За 5500 рублей и с поддержкой 3G он отрабатывает на все 100%. Странно было бы слышать обратное. К тому же, вы видели планшеты, на которых можно запускать даже современные PC-игры. Да, и главный вопрос. Какие за эти деньги можно найти аналоги на Android? Продолжение следует...